Всем привет! Перед вами промежуточный вал, правая полуось переднего редуктора Kia Sorento первого поколения. Дело в том, что данный узел Sorento является достаточно слабым местом, ну как и впрочем на некоторых других автомобилях, потому что выходная шлицевая часть со временем изнашивается, гранат начинает болтаться на вале и ускоренно разбивает шлицы, и впоследствии просто граната относительно полуоси проворачивается. Когда я последний раз менял подшипник промежуточного вала, я обратил внимание, что шлицевая часть уже была поведена, то есть немножечко шлицы изогнулись, их начало закручивать. В связи с этим я решил предпринять какие-то действия, и тогда было принято решение относительно дешевого ремонта, это обтачивание вала выходной части до квадрата, а в гранату делалась врезка, втулка, тоже под квадрат и штифт, шплинт. Однако на покатушках получилось так, что колесо застоприлось под тягой и сломало наш квадрат, после чего полуось в принципе может пойти на выброс. Дело в том, что оригинальная полуось стоит достаточно больших денег в сборе с корпуса. Есть в принципе один неоригинал, но мне, поскольку граната также была испорчена в резкой под квадрат, мне соответственно нужно было бы покупать внутреннюю гранату и весь новый промежуточный вал. То есть оригинальная это где-то там двадцатка вал и восемь гранат, то есть всего 28. Ну если там поискать, можно чуть-чуть подешевле найти, там в районе где-то в общей сложности тысяч, наверное, на 25. Неоригинал это 10 тысяч рублей, неоригинальный вал и где-то опять тысяч граната, пятнашка, вот. Мне было принято решение через знакомых выточить на заказ новый вал силами производства компании Нерфи. Вот мы видим, сделали они мне новую палку, то есть палка на конце примерно такая же, как у родного вала, тот же самый шлиц. Ну и немножечко изменена часть под сальник. Толщина та же 30 миллиметров, а вот выходная часть прилично изменилась. Дело в том, что на оригинальной запчасти выходной шлиц палка толщиной 29, вот, но поскольку граната у меня была уже испорчена, ее дальше нужно было растачивать еще больше из-за квадрата, мы решили сделать себе выходную часть толщиной 32 миллиметра с газовским шлицом. То есть 30 шлицов и 32 миллиметра диаметра палки. Также пришлось изменить и подшипник, то есть родной подшипник у нас 206-й, 6206. У него внутренняя часть под палку 30. Мы использовали подшипник 60-06 или 106-й по нашей классификации, по гостовской. Вот, тут под палку 35 миллиметров расточено и, соответственно, 32 миллиметра сам шлиц. Вот, ну, также видим проточку под стопорное кольцо. Есть надежда, что поскольку толщина вала в этом месте увеличилась, соответственно, он будет больше переносить крутящий момент, то узел будет хотя бы в этой части более прочный. Что касается гранаты, с гранатой получилось немножечко все печальнее, чем предполагалось изначально, потому что, поскольку она уже была расточена, мы когда начали резать в ней шлицы внутренние варка предыдущая, она там осталась от нее где-то 0,75, она, естественно, треснула и разнесла вообще инструмент парням, которые это делали. В итоге, в общем, пришлось делать все заново, то есть была выточена из гранаты целиком вот эта часть, и сделана варка. Здесь под сальник, здесь под газовский шлиц, и просто сначала запрессована, а потом варена с двух сторон. То есть, вот мы видим шлицевую часть с проточкой под кольцо, а с обратной стороны тоже, как видно, есть обварка. Так что, теперь будем это все собирать и ставить на автомобиль. Вот это у нас родной сальник, он с такой чашкой защитной, но у нас граната в него лезет туговато, поэтому мы приобрели сальник подходящих размеров, Chevrolet Deo, и запрессовали его сюда на место. Поскольку стопорного кольца на ВАЛ-32 я так навскидку не нашел, вот нашел пружину подходящего размера, и стопорное кольцо, собственно, сделал из нее. Тут вот несколько неудачных попыток, а в гранате уже то, что получилось. Вот эти доски были сломаны в то время, когда я расхаживал гранату по шлицам на самой полуосе. Вот, приходилось ставить ее вот так вот и колотить сверху. Изо всей силы молотком раз 50, наверное. Деревяшки немного при этом пострадали, так что у меня теперь есть немножко дровиши, чтобы согреться. Итак, мы все собрали, привернули, затянули. Вот граната. Пыльник стянул стандартными универсальными вазовскими хомутиками. Как мы видим, в отсутствии штатного пыльника, который у нас крепился вот здесь на гранате и защищал сальник от механических повреждений, сальник, который мы поставили, получается, в принципе, ничем не закрыт. То есть какая-нибудь ветка или что-нибудь твердое, если залезет сюда на грязи, а иногда это бывает, может, в общем, сальник выдавить, привести к тому, что внутрь корпуса попадет вода и начнет разъедать шлицы. Для защиты от этой ситуации мы сделали свой металлический пыльник или кожух. Вот. И попробуем его сейчас поставить. Кожух мы поставили. Кожух у нас состоит из двух половинок, которые скрепляются между собой болтами, а на самом корпусе промвала стягивается дополнительно хомутом. Вот получается так, что больше туда вот подлезть никакие ветки не смогут, но если, конечно, это что-то не сверхординарное. Тем самым у нас получается сальник, он защищен. Попробуем завести машину после более двухмесячного простоя зимой. Аккумулятор я зарядил заранее. Вот как-то так. Продолжение следует. Продолжение следует...